Крайзис 2, Мафия 2, Гадов Бор 3, Стритфайтер 4, Коммантен Конка 4, а также, что скрывают от нас работники метро и как научиться управлять в играх силой мысли. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Любители жестоких видеоигр, теперь ваше увлечение грозит вам реальным сроком заключения. Правда, если вы живете в Венесуэле, именно там вступил в силу закон против брутальных игрушек. Шутка ли, до пяти лет тюрьмы за какой-нибудь GTA или Modern Warfare? Я не знаю, сколько геймеров окажется за решеткой из-за этого закона, но зато точно могу сказать, что зовут меня Макс Васильев, вы смотрите в виртуалите и за это вас никто не посадит. Ну а мы начинаем с самой громкой новости из Соединенных Штатов. На прошлой неделе в Сан-Франциско в очередной раз собралась толпа разработчиков компьютерных и видеоигр на свою заумную конференцию. О чем они там болтали, дело десятое, нас больше интересуют и игровые вести с полей этого шабаша. Показали нам новый ролик второй макии. После его просмотра хочется убить разработчиков за то, что они опять перенесли выход на ось. Также мы увидели нормальные игры для Move, нового джойстика с датчиками движения для приставки PlayStation 3. Это оказались уличные драки и стрелялка про каких-то роботов. Выглядит неплохо, но махать руками перед телевизором очень опасно, а делать это на пару с приятелем вообще чревато получением синяков и шишек. Ну и напоследок взгляните на новые кадры из Crysis 2. Тут, как говорится, без комментариев. Смотрим и облизываемся. Также на выставке был замечен Питер Малинье, создатель Payble 3. Он сказал, что был бы безумно рад, если бы его игра вышла на PC. Но никаких конкретных обещаний, конечно же, не дал. Ну а мы переходим к новостям вышедших игр. Вчера появился самый главный, после Сталкера, конечно, проект от украинских разработчиков Metro 2033. Обладатели иксбоксов и персоналок, радуйтесь и смотрите сюжет. Ну а все остальные... просто смотрите сюжет. Громыхая синими вагончиками из темных тоннелей украинской студии 4А Games, выехал ужастик-стрелялка Metro 2033. Главный герой игры Артем в маске и, вероятно, ластах, носится по тоннелям метрополитена, битком набитых всевозможными монстрами. А пари эти желают, чтобы Артем свои ласты, значит, склеили. Кстати, игра недаром получила под заголовок «Страх грядущего». В ней рассказывается, как хреново будет в Москве в 2033. Метро не справится, видимо, с пассажиропотоком и сломается. А обезумевшие люди будут слоняться по темным тоннелям, страдать и добывать себе пропитание. Об этом, собственно, и игра. Кстати, кто читал одноименную книгу, тот знает, что кончится там все хорошо. А вот всем остальным играть... и бояться! Если вдруг надумаете поиграть в «Метро 2033» на своем дохленьком PC, убейтесь об стену! Нормальная игра пойдет только на навороченных компах с 8 гигами оперативки. Ну а если про «Метро» отрубили буквально на каждом углу, и даже ее презентация проходила в подземном бункере, то следующая игра вышла в тот же день, но только тихо, без лишнего шума. А между тем я говорю о последней части знаменитой стратегии «Коммантенконка» и ее бессмертном герое Кейни. Неужели это и правда конец? На этот вопрос нам ответит сам Кейн. Тайбериум Твайлайт — это финал Тибериумной саги, но я уверен, что мы еще встретим Кейна. Клянусь, свои лысины. Тем не менее, игра вышла 19 марта и только для персонала. Кстати, русская версия прямо так и называется «Эпилог». И действительно, это эпилог истории про зеленый минерал Тиберий и конец противостояния харизматичного фанатика Кейна и пузаток генералов и службы безопасности. Также говорят, что в игре есть еще пришельцы, но мы до них пока не дошли. Зато мы дошли до ходячей базы огромных роботов и знаменитых мамонтов. Вот они, видите? И не надо спрашивать, почему у них нет хобота и бивней, потому что мамонт — это танк. И как там в песенке поется? Мимо гор Тиберия через бурелом мамонты, мамонты прутся на пролом. Ну а пока животноводы-любители гоняют мамонтов, мы переходим к невышедшим играм. И тут я вам скажу, все гораздо круче. Например, разработчики ужастика Dead Space 2 призывают вас присылать им видео, где кто-то кого-то бьет. С его помощью они хотят сделать в игре систему ближнего боя. Так что берите камеру и идите в гости к приятелю. И на его удивленные возгласы «Да что?» Отвечайте «Ты что? Мы же в игру попадем!» Но все же самым дрочливым я советую дождаться дополнения к Street Fighter 4, которое появится совсем скоро. Супер Street Fighter 4 выйдет в конце апреля и порадует всех любителей мордобоя и фигуристых красотков. Кстати, название игры переводится как «Супер уличный боец...» «Четыре». Геймеры смогут насладиться новыми комбо-ударами, новыми аренами для разборок, новой чарующей музыкой и смачными звуками. Ну и, конечно, будет немало новых бойцов, большая часть которых — сочные девушки. Какие девушки? Какие девушки? Я бы с такими поспарино давался. Кстати, одну красотку зовут Ибуки. К сожалению, доступны все эти симпатяшки лишь обладателям консолей, для которых и вышло дополнение. Но мы уверены, что писишники тоже получат свою Ибуки. Правда, попозже. Хороша баба. Ну что, на драки и девушек посмотрели, хочется чего-нибудь эдакого? Извольте. Крутые тачки. Вот что еще привлекает настоящих парней. И разработчики игр это прекрасно понимают. Недавно начался бета-тест убойной гонки «Блёр». Погодите, не пугайтесь названия. Это «Стремительные покатушки со стрельбой». А не то, что вы подумали. Уже в мае появятся так горячо любимые всеми гонки со стрельбой под названием «Блёр». Промчаться с ветерком и матерком дозволят по городским улочкам и деревенскому бездорожью. Но самое главное, на этих трассах в изобилии разбросаны всяческие прибамбасы для вашего автомобиля. Энерго, выстрелы, молнии, ускорения и защитные барьеры. С таким набором можно выйти победителем из любой гонки. Набор подобранных фишек отображается в районе заднего бампера. Хотя, чё их там копить? Устраняйте их конкурентов. Вот так вот, раз, электрошоков, противничка. А этого обгоним на ускорении. А потом вот этого. Ой, старик, чё это делает. А? Да мы ж права купил, ты можно? Чайник, кофейник, куда прёшь? Ну вот, опять посли. Понравилось? Спешите на бета-тест. А тем, кто предпочитает честные гонки, могу порекомендовать недавно вышедшее дополнение для Need for Speed Shift Exotic Racing. Новая трасса и семь суперскоростных машин. Это, конечно, не очень круто, но тем, кто тащится от Need for Speed, как бальзам на душу. Ну а наш следующий сюжет для любителей восточной экзотики в кино. Принц Персии на большом экране, да ещё и от создателей пиратов Карибского моря. Такое пропустить нельзя. Близится выход фильма о приключениях персидского принца из одноимённой игры. Геймеры внимательно наблюдают за этим проектом. Не испоганили бы чего киношники. Не испоганим, клятвенно обещают те, и выкладывают новые ролики. Кино, судя по всему, выходит что надо. Игра по мотивам, похоже, тоже не подкачает. Принц всё так же брутален и крут. Скачет по стенам по потолку, рубит всех подряд. Из новенького замечена кое-какая магия. Например, персидский владыка замораживает водопады, превращая их в сосульки. А потом карабкается по этим льдышам. Ну и, конечно, принц не был бы принцем без принцессы. В игре её, правда, нет. Зато в фильме она чудо как хороша. Просто лапочка. Ждём, ждём, ждём. Ну и напоследок немного странностей. Как вам вот такая джедайская мышь, управлять которой нужно не руками, а собственными мыслями? Напяливаете такую замысловатую штуковину себе на черепушку, настраиваете специальную программу, и готово. Теперь силой мысли вы можете поднимать виртуальные камешки, крутить всякие кубики и прочую ерунду. Так и до игрушек недалеко. Но, представляете, в каком-нибудь баттлфилде только подумали, как завалить вон того снайпера, а ваш боец уже прицеливается, и снайпер лежит. Красота! Далее в виртуалити. Как соблазнить сразу трёх красоток, и кого боятся даже боги. С вами снова в виртуалити. В этой части программы мы заваливаем в гости к игровым разработчикам, и долго-долго мучаем их песнями Сергея Зверева, чтобы они дали поиграть нам в свои хиты. Ну, на самом деле они сдаются уже в начале первого куплета. Итак, сегодня мы отправляемся прямиком в Америку, где отчаянные парни создали опасное оружие против богов. Сотни оторванных голов, тонны выпущенных кишок и цистерны пролитой крови. Самые сладостные стоны полугулых красоток, самый фрутальный главный герой и самая эпическая битва с богами, которые только были в видеоигр. Встречайте, кровожадный, беспощадный God of War 3. Эту игру сделали в Санта-Монике, чудесном городишке на берегу Тихого океана. Другое дело, что находится он прям рядышком со знаменитым Лос-Анджелесом, городом Ангелов, месте, где вручают Оскар. Там же находится и знаменитая аллея звезд в Голливуде и крупнейшие киностудии Америки. Именно это — родина самых знаменитых и масштабных кинофильмов. Поэтому разработчики серии God of War решили сделать свои игры про безбашню греческого воина с размахом настоящего блокбастера. Ну, изначально мы планировали сделать одну игру, подурачиться в ней как следует, потому, чтобы кровища была всякие девочки и жестокие убийства богов. Но когда наши сценаристы выдали такой богатый сюжет и историю Кратоса, этого смелого спартанского воина, мы решили все-таки сделать трилогию. Кстати, изначально Кратос, вот этот вот брутальный мужик, должен был быть маленьким истеричным эльфом. Потом мы поняли, что делаем что-то не то. В итоге полтора года мы утверждали образ главного героя, пока, наконец, не сделали его таким, как он выглядит сейчас — лысый, бородатый и красивый. И очень-очень при этом жестокий. Вырвать глаз к циклопу или размозжить голову врага в полк — для него пара пустяков. Но на самом деле такая жестокость неспроста. Когда-то давно у Кратоса была семья, но к их ему счастью помешали те самые боги. Они наслали на счастливого семенина безумия, в порыве которого воин сам порешил своих домочадцев. После чего пришел в себя и поднялся жестоко отомстить этим злостным небожителям. Вот здесь-то как раз и начинается игровая серия God of War. Самая брутальная игровая серия на консолях PlayStation, разошедшаяся по миру с 9-ти миллионам тиражов. Нашей целью было постоянное действие и драйв. Геймер не должен скучать, решили мы. Пусть на экране постоянно что-то происходит, взрываются, рушатся города, Кратос летит на черных крыльях через огненную башню на огромного голема, нападает на бога солнца Гелиоса, которому в финале зрелищно отрывают голову, да у вас просто челюсть отпадет, когда вы все это увидите. От первой и второй частей God of War срывает башню. Игры получили множество наград, причем именно за эпичность и брутальность происходящих на экране событий. А уж финальный, третий, разработчики решили полностью вынести на мозг. Девятый. И первых же кадров, когда Кратос месит врагов на каменном исполине, Титане, который взбирается на Алине. В такие моменты игра выглядит как самый настоящий блокбастер, что и неудивительно. Бюджет проекта — 44 миллиона баксов. А это, между прочим, немногим меньше, чем сумма, потраченная на фильм «Битвы Титанова», который скоро выйдет на киноэкраны, и в котором, кстати, речь идет также о разборках с богами. Да, мы вдохновлялись некоторыми голливудскими шедеврами в создании игры, например, фильмами о Годзилле, спартанцах, похождениях Одиссея. Но в основном все зрелищные моменты были придуманы нами, на основе древнегреческой мифологии. Мы просто взяли некоторые мифы и немножко их, ну, переделали. Уж не зная, в каких древнегреческих мифах было столько жестокости, но боги в игре получили какие-то слабенькие. По Сейдону, например, власового повелителя морей, Кратос цинично избивает ногами и доходит до того, что несчастный молит о пощаде. Разборка с Повелителем Ада Аидом вышла на удивление скоротечным, и только финальный поединок с самим Зевсом вызывает даже у бывало геймеров усиленную потливость ладоши. Зато в промежутках между сражениями Кратос с удовольствием придается совершенно иным занятиям. Многие геймеры в видеоиграх ценят кровищу и сиськи, но мы и решили, пусть у нас в игре будет и то, и другое. Поймите, God of War 3 — это не детская игра, и Кратос не мальчик, поэтому порой он позволяет себе всякие вольности. Да, в такой компании расслабится кто угодно, но только небрутальный лысый мужик с клинками на цепях, намертво прикрепленных к рукам. Также в арсенале Кратоса — волшебный лук и огромные боевые рукавицы в виде львиных колонок. Ну и, само собой, магия. Без нее не то что бога, несчастного кентавра не завалишь. Многих противников Кратоса мы взяли из предыдущих частей, но только самых крутых, например, циклопов. Вы же помните, как было прикольно вырывать им глаза? Ну а огромные боссы — это наша гордость. Ни в одной игре нет таких гигантов, на которых можно было бы вот так вот запрыгнуть и надавать им по мордасу. Кратос — это вообще отвязный парень, он никого не боится, ему все равно, кого кромсать — гентавра или каменного великана. Он так вот посмотрит на эту тушу, прищурится и сразу прикинет, где у того слабое место. Неужели, движимый единственным желанием отомстить, Гадов Гор 3 Кратос наконец-то достигнет своей цели и завалит всех античных богов? Что же он будет делать дальше? Или ему не удастся победить всемогущего Зевса? А может быть, он сгинет в огненном аду? На все эти вопросы сможете ответить только вы сами. Когда пройдете игру до конца, Трепещите, боги, ваш час пришел. Настало время хаоса. Вот такие веселые парни сделали самую брутальную игру этого года — Гадов Гор 3. Ну а в следующий раз мы отправимся в Чопорную Англию, в графство Ворикшир, чтобы поболтать с разработчиками жесткого боевика про парня и его злую собаку — Dead to Ride Retribution. Далее в виртуалити. Кто сильнее, чужой или хищник? И чего вы никогда не знали о губке Бобби? Это виртуалити. Мы вернулись и приглашаем вас в компанию трех геймеров. Они получили от нас три игры, которые без труда можно достать в любом магазине. А вот стоит ли это делать, вы узнаете, послушав наших гостей. Но для начала давайте с ними познакомимся. Илья Мэдисон, редактор портала Routube.ru Играет с 1996 года. Любимая игра Fallout 2. В играх больше всего ценят трэш и угар. Константин Подстрешный, легендарный игровой журналист. Играет с 1988 года. Любимая игра Fallout 2. В играх больше всего ценят шотган и огнемет. Михаил Фишер, телеведущий и фанат игр. Играет с 1995 года. Любимая игра Diablo 2. В играх больше всего ценят прокачку и лут. Итак, первой в руки наших геймеров угодила стратегия противостояния 3D. Обложка игры просто пестрит надписями. Впервые популярная серия в 3D графике. 12 крупных взаимосвязанных миссий. Слово геймерам. У нас под брендом «Противостояние» стали выпускать всякие трэш-аги. Типа про войну в Южной Осетии совершенно дичайшей. Где на обложке был Саакашвили, который галстук жрет. В общем, играть в это совершенно невозможное. Противостояние 3D с той же опытом. Как выясняется, «Противостояние». Это противостояние, угадайте кого? Россия и США, правильно. Которые на этот раз воюют в Таджикистане. Параллельно там есть, по-моему, пакистанцы, талибы. И, в общем, Таджикистан какое-то жуткое место. Можно с уверенностью сказать, что разработчикам удалось задействовать всю палитру коричневого. От светло-коричневого до темно-коричневого. Включая вот самый такой насыщенный коричневый цвет. Такое ощущение, будто наши солдаты в свободное от войны время просто срут во все ближайшие водоемы. Противостояние 3D — это стратегия в реальном времени, в которой нет ни мультиплеера, ни скирниша, ни одиночных карт. Есть только одна кампания из 12 миссий. 12 миссий на страшном, как смертный грех, движке. Никто мне пока в жизни такого еще зла не сделал. Никому я не могу эту игру посоветовать. Второй игрой, попавшей под раздачу, стал «Губка Боб. Битва за лагуну бикини». Обложка уверяет, что нас ждет 5 миров, где нам предстоит пройти немало занимательных мини-игр, решить множество забавных головоломок и, конечно, разобраться со злыми роботами. Что на это скажут геймеры? Почему я вообще поиграл в эту игру? Но, честно говоря, я надеялся из-за слова «бикини», что там будут голые бабы, например. Пора приступить к завоеванию лагуны бикини. Нет, никаких бикини вы здесь не увидите. Вы увидите здесь в лучшем случае мистера Краба. Ты понимаешь, что это очередная игра по мотиву мультика «Губка Боб» и «Квадратные штаны», да? Которые я и так-то не понимаю, для кого сам мультик, а уж игра по этому мультику — это совсем загадка. По сути своей, это сборник мини-игр. Если обратить внимание на дату в углу экрана, вышедшей в 2003 году, почему он только сейчас добрался до нашего рынка — загадка. Я выведу их на чистую воду. Если ваш ребенок очень любит принимать ЛСД в огромных количествах, любит смотреть мультик о «Губке Бобби» или просто не слишком доразвит, ну, допустим, в 14 лет до сих пор ходит в 7-й или в 6-й класс, то тогда, я думаю, что ему можно порекомендовать эту игру. Ну и напоследок мы выбрали игру «Чужие против хищника». Ее красочная обложка предлагает три совершенно разные сюжетные кампании, а также уникальный сетевой режим, где сойдутся совершенно непохожие существа. Что думают по этому поводу наши геймеры? Я всегда не понимал, почему серия этих игр называется «Чужой против хищника», а не «Чужой против хищника» и «Против человека». Казалось, какое богатое наследие. Тут тебе и чужой, тут тебе и хищник, тут тебе и морпехи с пулеметами. Даже актер, который озвучивал киборга в фильме, он тоже присутствует в игре. Но при этом счастья почему-то все равно нет. Компания за «Чужого» мне понравилась меньше всего, потому что даже просто убить человека – это целый геморрой. В фильмах один «Чужой» нагибал целую команду морпехов абсолютно без проблем. «Чужие против хищника» 2010 прямо адресованы всем фанатам серии, всем любителям вот этих самых корововых баталий и, в принципе, сетевых баталий. Но, опять же, есть игры лучше, есть игры хуже. Крепкий середнячок. Я посоветую эту игру прежде всего людям, потому что если хищник или чужой в нее поиграет, я думаю, что им будет обидно, что их выставили такими бесполезными мудаками, которые даже против слабеньких людишек не могут ничего сделать. Играть в «ЭТО» или «Нет» решайте сами. А на следующей неделе нашим геймерам предстоит разобраться с еще тремя играми. Также вы узнаете много нового про экшен «Dead to Ride Retribution», адские разборки, толпы гигантских роботов, разъяренные спортсмены и ковбойские страдания. Это только начало. Стендбай! Субтитры добавил DimaTorzok